Раз, два, раз, два, раз Раз, два, 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 раз, два бою резерва в Красной Армии в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции осуществлялась в системе всеобуча, составной частью которого была физическая подготовка. Программой всеобуча предусматривались специальные занятия по полевой гимнастике 2 часа и рукопашному бою 4 часа. На занятиях рабочие, крестьяне Красной Армии обучались способами преодоления естественных и искусственных препятствий и приемом штыкового боя. Физическая тренировка в основном проводилась на занятиях по тактической, строевой, стрелковой подготовке, по пути следования на полевые занятия и при возвращении с ней. В годы гражданской войны военно-физическую подготовку прошли более миллиона человек. Это позволило значительно повысить боевую подготовленность пополнения Красной Армии. В полевом уставе 1918 года указывалось, что бой от воинов потребует большой подвижности и физического напряжения. Для успешных боевых действий необходимо совершать быстрые маршевые переходы, стремительно преодолевать полевые препятствия, точно метать ручные гранаты и умело вести штыковой бой. Физическая подготовленность личного состава Красной Армии обеспечивалась в процессе занятий по боевой подготовке. В июне 1918 года в частях впервые вводятся занятия по гимнастике и владению холодным оружием, как одна из мер по ускоренному приведению в боеготовность красноармейцев. Обучение штыковому бою 1919 года давались указания о том, что после одиночной отработки приемов штыкового боя должны проводиться тренировки в поражении чучел уколами штыком при передвижении по местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. Главным видом боя частей Красной Армии был наступательный бой, который отличался большим размахом и маневренным характером. Исходя из этого и строилась подготовка красноармейцев к рукопашному бою. В программе по физической подготовке бойцов Красной Армии от 1922 года одним из основных разделов физической подготовки была военно-прикладная гимнастика, включающая в себя преодоление препятствий и владение холодным оружием. В 1924 году выходит в свет первое официальное руководство, физическая подготовка рабочей крестьянской Красной Армии и допризывной молодежи. Во второй книге гимнастика указывалось, что в конце второго периода обучения следует проводить смешанные уроки преодоление препятствий метания гранат и выполнение приемов штыкового боя, а также в полевых условиях на разнообразной местности. Шестая книга «Владение холодным оружием» состояла из двух частей. Владение саблей и владение винтовкой. Фехтование, рубка и штуковой бой. Четыре, пять, шесть. Восьмая книга. Виктор Спиридонов «Способы защиты и нападения без оружия на основе борьбы бокса джиу-джитсу». Однако ее содержание не получило широкого распространения при обучении бойцов Красной Армии. И лишь в создавшемся тогда обществе «Динамо» практиковалось обучение сотрудников органов внутренних дел этому разделу рукопашного боя без оружия голыми руками. Посмотрите в бак! Удар-молот, который... Так как бойцы Красной Армии применяли штыковой бой. Состоялись большие соревнования по штыковому бою. Участники соревнований – бойцы все в обуче. За период укрепления Красной Армии на основе военной реформы от 1924-1929 года в боевой и физической подготовке был накоплен определенный опыт подготовки красноармейцев и подразделений к рукопашному бою. Раз, два, три, четыре, пять. А также был изучен опыт подготовки воинов зарубежных армий. В 1930 году было выпущено временное руководство по штыковому бою, согласно которому вместо ширеножного выполнения приемов штыкового боя, стоя на месте без поражения целей, имевших место в 20-х годах, вводилось обязательное нанесение уколов, ударов по целям на шагу и в движении. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бег по пересеченной местности с постоянным усложнением обстановки и преодолением препятствий. Руководство 1930 года носило ярко выраженный прикладной характер и было направлено на максимальное приближение физической подготовки к непосредственным задачам боевой подготовки Красной Армии. На этапе реорганизации технического перевооружения Красной Армии в 30-х-30-х годах шло дальнейшее совершенствование методики подготовки войск к рукопашному бою. Получило развитие методика комплексного обучения и комплексной тренировки бойцов в преодолении препятствий метания гранат и штыковом бою. Техника армейского рукопашного боя. Система изначально создавалась для армии в основе штыкового боя. Идет укол, идет проворот. На основе учета и обобщения этих требований в 1938 году вышло наставление по подготовке к рукопашному бою. Рукопашный бой является решающим фактором всякой атаки. Обучение и тренировки в рукопашном бою подлежат все бойцы. Командный начальствующий состав рабочей крестьянской Красной Армии. НПРБ 38 Народный комиссариат обороны Союза СССР. Утверждаю. Народный комиссар обороны Союза СССР, маршал Советского Союза Ворошилов. Состоялись всесоюзные соревнования по рукопашному бою бойцов и командиров внутренних войск НКВД. Укол для бойцов Красной Армии. Укол и отбив. Более сложные вращательные техники сотрудников органов безопасности. Конвоировать, стряножить от диверсантов. Встреча. Возможен другой вариант. Вот эта техника вращательных рычажных движений. Чуть-чуть смещаю, вытаскиваю, загружаю и провожу на конвоирование с нанесением ударов по зонам и точкам локти. Рабочей крестьянской Красной Армии НПРБ 38, при разработке которого были использованы основные положения временного руководства по штыковому бою 1930 года. В днем впервые в единый комплексный вид физической подготовки официально были объединены передвижения, преодоление препятствий, метание гранат и приемы рукопашного боя. В содержание подготовки к рукопашному бою входило владение холодным оружием. Способы передвижения, приемы преодоления препятствий, приемы метания ручных гранат. Раздел владения холодным оружием включал приемы боя винтовкой с боевым штыком, бой на фехтовальных винтовках, приемы боя винтовкой без штыка, малой и большой лопатой и боя невооруженного с вооруженным. Таким образом, содержание подготовки к рукопашному бою обеспечивало привитие бойцу разносторонних боевых навыков необходимых для действий в атаке, рукопашной схватке и против вооруженного противника. Раз, в ход, рап. Руку. Уход. И сразу же. В бою. Руку. В бою. Вот он. Дальше же по ходу движения и сразу же входим. Не болтать штыком. Руку. Отсюда. Шири шаг. В бою. Отсюда. Здесь. Руку. В бою. Для воспитания внимания команды заменяются условными сигналами. По овладению техникой приема немедленно перейти комплексной тренировки по штыковому бою. Руку. Отсюда. Отсюда. Комплексная тренировка. Перемещение и передвижение с оружием по пересеченной местности. Комплексная тренировка. Комплексная тренировка. Комплексная тренировка. Основной укол. Короткий укол. Длинный укол. К отработке упражнения приступить. Классический укол штыком. В царские годы российские солдаты наносили удары одной рукой. В советские годы бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии учили колоть двумя руками с более глубоким выпадом ног. Раз, два. Раз, два. По команде Кали винтовка посылается обеими руками вперед, а старьем штыка в цель. Левая рука направляет штык в цель, а правая с силой посылает винтовку вперед. Выпад может производиться с правой или левой ноги. Сказано в наставлении рабоче-крестьянской Красной Армии. Раз, два. Кроме того, красноармейцев обучали в момент нанесения удара наклонять корпус вперед, при том, что в царские годы пехотинцы кололи без наклона туровище. Короткий укол. Мог использоваться во время боя на очень близком расстоянии, а также во время битвы с несколькими противниками. В царской армии короткие уколы наносились также одной правой рукой по прямой траектории, употребляя твердую стойку, сопряженную со скоками назад и вбок. Бойцы Красной Армии наносили короткие уколы, слегка наклоняя корпус вперед и направляя штык снизу. И с положения к бою в цель. После штык должен быть вынут из цели, и вновь принята стойка к бою. С дальнейшим движением вперед! В предвоенные годы в рабочей крестьянской Красной Армии штыковому бою уделялось достаточное количество времени. Обучение военнослужащих азам такого боя считалось достаточно важным занятием. Штыковой бой на тот момент составлял основную часть рукопашного боя, о чем недвусмысленно говорилось в специализированной литературе того времени фехтование и рукопашный бой «Булочка» Добровольский, 40-го года. Согласно наставлению по подготовке к рукопашному бою НПРБ-38, основной задачей штыкового боя было обучение военнослужащих наиболее целесообразным приемом наступления и обороны. То есть уметь в любой момент из разных положений быстро наносить противнику уколы и удары, отбивать оружие противника и немедленно отвечать атакой, уметь своевременно и тактически целесообразно применять тот или иной прием боя. Помимо всего прочего, указывалось на то, что штыковой бой прививает бойцу работе крестьянской Красной Армии ценнейшие качества и навыки, быстроту реакции, ловкость, выдержку и спокойствие, смелость, решительность. Настоятельная тренировка помогает освоению техники приема. Настоящая штыковая атака требуется от солдат храбрости, правильного направления силы и быстроты реакции, при наличии состояния крайне нервного возбуждения и, возможно, существенной физической усталости. Ввиду этого требуется поддерживать у них психологическое, физическое развитие на максимально возможной высоте. Для превращения удара в более сильный и постепенно укрепляющий мускулатуру, в том числе ног, все обучающие бойцы должны практиковать с самого начала обучения, физическую подготовку, бег по пересеченной местности, метание гранат, производить атаки на коротких дистанциях, прыгать в вырытые окопы и выпрыгивать из них. Долинный укол В царские времена длинный укол, как правило, использовался для атаки кавалерии, которую трудно было нейтрализовать при помощи классического укола. При встрече с противником на коне русским пехотинцам предписывалось правой рукой сильно бросить во всю долину, вперед, немного вверх и в то же мгновение принести обратно в прежнее движение. В Красной Армии существовало две техники нанесения длинного укола с выпадом и без него. В остальном они были схожи. Красноармеец двумя руками выносил оружие со штыком, таким образом, чтобы в момент нанесения удара руки солдата находились на уровне его подбородка. При необходимости боец совершал выпад, благодаря чему тяжесть тела переходит больше на стоящую впереди ногу. Насколько важным является оболчение солдат основам рукопашного боя, показали бои с японцами озера Хасан и на Халкингол. Советская военно-финская война 1939-1940 годов. В результате подготовки советских солдат перед Великой Отечественной войной велась в едином комплексе, который объединял штыковой бой, метание гранат и стрельбу. После отработки ударов по статичным мишеням чучелом переходят к отработке ударов в движении. В сложных участках местности окоп траншея моделируются экстремальные ситуации нанесения ударов по чучелам предполагаемого противника, а также в динамике боя. Дальнейшее совершенствование подготовки к рукопашному бою шло путем обобщения боевых действий советских войск против японских захватчиков. На озере Хасан, реки Халкингол и в войне с белофинами 1939-1940 годов. В 1941 году на основании опыта боевых действий советских войск в войне с белофинами было разработано руководство по подготовке к рукопашному бою в Красной Армии РПРБ-41. Тренировку по штыковому бою проводить в обстановке, максимально приближенной к боевой. В него включены приемы боя с винтовкой, с боевым штыком, боя винтовкой без штыка и подручными средствами. Содержание подготовки. Не вошли передвижения по местности, зачетные и контрольные упражнения, что в последующем отрицательно сказалось на характере занятий. Приемы рукопашного боя стали менее динамичны, уменьшилось их прикладное значение и снизился тренировочный эффект. В РПРБ-41 слабо сформулированы методические указания по обучению и проведению занятий. По проверке и оценке подготовленности личного состава. Руководство, как показало, дальнейшие события не способствовало совершенствованию подготовки войск к рукопашному бою. И его концепция отрицательно отразилась на состоянии этого вида подготовки воинов к ближнему бою в первый период Великой Отечественной войны. Особенно при подготовке в запасных и резервных частях. Позднее, во время войны, особенно в городских боях и в окопах, был получен и обобщен новый опыт, который позволил усилить подготовку солдат. Примерная тактика штурма укрепрайонов противника описывается советским командованием следующим образом. С дистанции 40-50 метров атакующая пехота должна прекратить огонь для того, чтобы решительным броском достичь траншеи противника. С дистанции 20-25 метров необходимо применить ручные гранаты, метаемые на бегу. Дальше необходимо произвести выстрел в упор и обеспечить поражение врага холодным оружием. Прикладная подготовка пригодилась красноармейцам в годы Великой Отечественной войны. В отличие от советских солдат, солдаты вермахта в большинстве случаев старались избежать рукопашных схваток. Опыт первых месяцев войны показывал, что в штыковых атаках красноармейцы чаще всего опережали вверх над солдатами противника. Штыковой удар оставался единственным шансом на прорыв из-за еще не плотно захлопнувшегося кольца окружения. У попавших в окружение бойцов и командиров РК КА иногда просто не оставалось боеприпасов, что заставляло использовать штыковую атаку, пытаясь навязать противнику рукопашный бой там, где это позволяло сделать место. Начал смотреть, кто идет против меня, кто меня колоть будет. Я-то мальчишка, понимаешь? И ты знаешь, как мне не повезло. Я увидел против меня шел немец, ну почти двухметрового роста, крупные черты лица. Лицо у него было перекошено в какой-то ужасной гримасе, то ли от страха, то ли от этого самого. По-моему, он был даже немножко пьян. Рот у него был так перекошен, и вот отсюда у него, значит, до подбородка текла слюна. Естественно, на подбородке у него даже капли слюны-то и висели. Ну, какая у него была страшная рожа, а я как мальчишка, я его испугался. Испугался. Я совсем забыл, что я его тоже должен колоть, что у меня тоже в руках есть оружие, которое мне должен его колоть. Когда мы сблизились с ним вот так, как с тобой, и он, значит, сделал движение винтовкой своей со штыком этим кинжалом, чтобы меня уколоть, я как-то по-детски совсем непроизвольно схватил эту винтовку за ствол и потянул так на себя ее рыбком. Он не устоял, пошатнулся, потерял ранвеси и упал. Когда он упал, здесь я вспомнил, что у меня в руках есть карабин. Но я же тогда не знал, сколько надо силы вложить, чтобы заколоть человека. Ты понимаешь, для меня это было новое. И сколько было у меня мальчишеской силы, столько я и вложил ее в этот удар. Я когда ударил его, так у меня карабин проскочила, мушка карабина между ребрами проскочила аж на ту сторону. И я не мог долго выхватить, не мог карабин. Немец, который набежал следующим на меня, когда увидел эту картину, разворачивается, прикладом мне бьет сюда вот в челюсть. Это я так долго рассказывал, там все это было мгновенно, секундами все это дело было. Когда он меня сюда ударил, у меня челюсть вот здесь была, я вот здесь видел свои зубы, вот здесь. Меня выручил мой Андрей Гордеевич Посудка, который подвернулся под руку. Убил этого немца, помог мне вытащить мой карабин. А потом, когда увидел, что у меня челюсть здесь, он недолго думая справой разворачивается, как врубил мне справой. И челюсть у меня хряпнула и на место встала. Я ее тогда зажал, и больше я уже ни ура не кричал, ничего, потому что я боялся, что у меня челюсть снова сюда на место выскочит, понимаешь? Так я и прошел до конца этого рукопашного боя. Но зато я узнал, что заколоть человека не составляет большого труда. Я дальше уже колол так, сделаю небольшое движение, я как будто и не дотронулся до противника, а он уже падает. Тогда только я понял, как мало надо для того, чтобы убить человека. Как это мало нужно? Ну, что поделаешь, рукопашный бой, долго рассказывать, а в действительности все это происходит настолько мгновенно. И ты понимаешь, мысль, сознание работает настолько моторно, быстро, разворачивая ситуацию, раскрывая картину и подсказывая тебе, что тебе нужно делать, для того, чтобы как-то спасти свою жизнь. Это трудно тебе рассказать словами. Это настолько мгновенно. Ты видишь, перед тобой какая-то сразу ситуация сложилась, и уже решение, уже решение готовое у тебя в голове. Ты знаешь, что тебе делать, как тебе поступить, то ли тебе стрелять, то ли тебе, понимаешь, колоть, то ли тебе отойти в сторонку. В общем, это явление необыкновенное. Необыкновенное. Кто хоть один раз был в рукопашной... Групповой бой. Ведение боя против группы противника, а также бой в составе подразделения. Русский рукопашный бой. Это бой армейский, войсковой, нацеленный на максимальное уничтожение живой силы противника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СДАРОМ! А... СДЕСЬ! Нет! Встреча! Проворот! Точки контакта! И контроль! Смотрите, печет контроль! СДЕСЬ! Смотрите, видно, что вот это все начинает... РЕСКО! РЕСКО! Раздел четвертый. Штыковой бой. Отбивы. Отбив вправо. Отбив вниз направо. Отбив влево. Отбив вниз. Защитные маневры, предназначенные для обороны от уколов, если оружие соперника мешает нанести упреждающий удар. Выполнив отбив, следовало максимально быстро ответить противнику воздействием приклада или уколом штыка. Направление отбивов в обе стороны или вниз направо. Маневр выполняется, когда от врага исходит угроза укола в верхнюю часть тела. Необходимо быстрым перемещением левой руки в правую сторону со смещением вперед выполнить короткий и резкий удар цевьем по карабину или винтовке соперника, после чего совершить немедленный укол. Для совершения маневра вниз направо рекомендуется оперативно левой рукой сделать резкое движение полукругом, нанести удар цевьем по орудию врага. Такой маневр уместен, если противник атакует вниз туловище. Отбивы советуют делать только руками, с малым размахом, не поворачивая корпусную часть. Размашистая амплитуда невыгодна, так как открывает сопернику пространство для ответного удара. Изначально бойцов обучали технике отбивов, затем маневром направо с применением тренировочного приспособления. Далее отрабатывалась техника работы с щучелом. На финишных этапах выполнялись тренировки с усложнением и разнообразным сочетанием рукопашных схваток. Приемы штыкового боя. Среди основных способов ведения рукопашного боя – укол. В этом случае острие устремляется прямо на противника. Ориентиром должно являться горло и открытые части туловища. Для того, чтобы произвести укол, винтовку или карабин следует направлять в цель, удерживая оружие обеими руками. Направление строго вперед. Левая рука выпрямляется, орудие продвигается правой конечностью до момента, пока магазинная обойма не упрется в ладонь. Синхронно с этим действием выполняют резкое выпрямление правой ноги с подачей корпуса вперед. Сам укол наносится одновременно с выпадом левой ноги, после чего оружие выдергивается обратно, принимается позиция готовности к продолжению боя. С учетом конкретной ситуации укол мог производиться с обманом противника или без него. Если враг не имеет существенной защиты в виде противодействующего оружия... ...направо. К отработке приступим. При нанесении удара противником штыком вниз живота, отбив делается сверху вниз направо. Манипуляцию рекомендовалось сделать прямо без всяких ухищрений. Если соперник закрывается чем-то, действия выполняют с обманом. То есть, нанося укол прямо в последний момент, штык переводят на другую сторону с целью поразить врага в незащищенное место. Если операция бойцу не удавалась, он сам попадал под угрозу. Наставление по рукопашному бою от 1938 года являлось максимально приближенным к боевой обстановке. Моделировалась экстремальная ситуация и приемы отрабатывались с настоящим боевым оружием. Удары в дальнейшем наносились и обозначались по чучелам и мишеням предполагаемого противника. В жизненно важные органы... При обучении штыковому бою техника выполнения укола производилась за счет нескольких этапов. Отработка действия без специального чучела. Выполнение укола в манекен. Удар с выпадом и одновременным шагом вперед. Произведение укола с ускоренным добега шагом. Выполнение действий по нескольким целям с переменной траекторией. На финишной стадии отрабатывается укол по чучелам в разных климатических, геологических и маскировочных ситуациях. При тренировке и изучении данного маневра необходимо значительное внимание уделять развитию меткости и силы. На стадии обучения красногвардейцам постоянно нужно помнить о важности глазомера. В комплексной тренировке по рукопашному и штыковому бою применять элементы внезапности и неожиданности при моделировании экстремальных ситуаций в фазе рукопашного боя. Бои на карабинах с мягким наконечником. Чтобы развить у бойцов стремительность, выносливость, решительность, упорство для достижения победы, необходимо было укреплять моральный дух красноармейцев. Для этого штыковые или сабельные бои на тренировках проводились в спарках, когда участвовало два солдата. Такой подход позволял совершенствовать технику производимых приемов. В качестве тренировочного инвентаря использовались макеты карабинов или аналоги с мягкими наконечниками. Отрабатываются боевые рефлексы при угрозе нападения. Для успешного результата в рукопашном противостоянии требовалось помнить, что только активные действия принесут требуемый исход и последующую победу. В бое с условным противником солдат должен был проявить максимальную решительность и настойчивость. В методических пособиях и наставлениях указывалось, что пассивное поведение неизбежно ведет к поражению. Отбив влево. При нанесении удара штыком в грудь или в горло отбив осуществляется влево всем корпусом двумя руками с последующим проворотом в точке контакта и обозначением ударов в жизненно важных органов. К отработке приема приступить. Комплексная тренировка в составе подразделения отбив вправо. Удар контратакующий наносится по чучелу предполагаемого противника. Ваш партнер-оппонент моделирует удар штык-ножом с мягкой лапой. После отработки приемов с настоящим боевым оружием на чучелах, манекенах, макетах приступают к отработке приемов в защитных масках с обязательным соблюдением техники и правила безопасности. Отбив вниз осуществляется при нанесении удара штык-ножом в область горла с последующим контратакующим ударом встречным в горло противника. В данном приеме используется гибкий штык-нож при обозначении удара в горло. После отбива противником вашего оружия немедленно повторите атаку уколом ответ на встречным контратакующим действием. Третья часть наставления по рукопашному бою от 1938 года содержала в себе «Бей прикладом», «Удар прикладом сверху», «Защита от удара сверху», «Удар патронной коробкой». Эти действия были запрещены в спортивном фехтовании на штыках, но вполне применимы в реалиях рукопашной схватки. Четвертая часть. «Руби лопатой». Прекрасным средством рукопашного боя является лопата. Лопатой можно прикрыться как щитком от удара противника, лопаткой можно отбить укол штыком, а острые края лопаты делают ее грозным оружием. Все действия с лопаткой делаются так же, как с винтовкой. Отбив влево тычок, отбив влево рубящий удар, отбив вверх рубящий удар, отбив вниз направо рубящий удар. Круговая защита отбив вниз направо. Пятая часть. Наставление по рукопашному бою от 1938 года. Кали ножом. Нож является грозным оружием рукопашного боя. Особенно его выгодно применять при соприкосновении с противником в окопах, перекрытием в групповой схватке в густом лесу или в кустарнике в воде. С ним можно защищаться и нападать против всех видов холодного оружия. Штыка, лопаты, топора, клинка. Как и в действиях с лопатой, боец должен в первую очередь отбить нападение врага, а затем нанести ему ответный удар. В рукопашной схватке умение работать коротким ножом играет важную роль. Для этой цели разработаны основные приемы и правила работы с ножом. Они просты и не требуют долгого времени изучения. Вся тренировка обучающихся происходит на чучеле. После усвоения техники удара переходит к тренировке деревянными ножами на живом человеке. Данная тренировка имеет цель изучения наиболее уязвимых точек на человеческом теле в координации с техникой исполнения того или иного приема. Следующий момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На отшаге. Смотрите, ноги на подшаге. Пошел, пошел, идешь назад. Идешь назад, на меня пошел. Не нужно никуда, только вот здесь, в этом секторе. Вот оно, в этом секторе мы работаем. Продолжение следует. НПРБ-38 требовало, чтобы подготовка к рукопашному бою не ограничивалась проведением только занятий, а должна была внедряться в повседневные систематические тренировки в поле на всех занятиях по боевой подготовке. Также в советские годы техника штыкового боя была дополнена положениями об отражении холодного оружия противника, ударами прикладом винтовки и иными новшествами, которые стали наиболее актуальны в середине 20-го столетия. Когда закончились патроны, автомат не выбрасывается и система боевого самбо, она создавалась для бойцов Красной Армии. На основе штыкового боя. Более простая техника для бойцов Красной Армии Кали и специальная техника для сотрудников МКВД. Комплекс армейского рукопашного боя. То есть посмотрите сразу же. Наносился удар, если застревал, то надламывался для того, чтобы можно было забрать оружие. Система штыкового боя, которая создавалась в 20-х годах для бойцов Красной Армии. Когда входили в ближний бой, наносился укол, дальше шел удар, приклад, добивание. Посмотрите, проворот. Посмотрите в горло. Сейчас, если я дерну, натальный исход. Смотрим. Прикладная. Ушел. Ушел. И отсюда сработал. Укол, уход с линии огня, контроль. И вот идет работа, задержание.